Не знаешь, где приобрести автозапчасти на свой автомобиль? Тогда тебе на сайт carcusha.ru В вашем городе по низким ценам Огромный каталог автомобильных запчастей И проверенные продавцы Причем на этом сайте можно найти интересные статьи Но самое главное, автозапчасти по низким ценам Так что, если нужны запчасти, на carcusha.ru Здравствуй, мой дорогой друг Я чувствую, ты соскучился Вот прям-таки по этим движухам Да и мы сами нереально соскучились В общем, слушай, такая тема тут нарисовалась Допустим, у тебя где-то в карманах Где-то в колозетах накопилось 600-700 тысяч рублей И ты такой сидишь и думаешь Что же тебе взять? И всегда, абсолютно всегда при такой ситуации В твою голову стучатся несколько персонажей Один голос разума говорит Братан, давай возьмем ладу весту, господи Будем ездить на ней Складывать картошечку К бабушке в деревню Шесть с половиной литров по трассе Эта хрень кушает Да, скрипит Да, фигня Да, там логановская все И непонятно И даже автопром ты русский не поддержишь Ни патриот нифига Но оно будет ездить И что же правильно У тебя же еще сервис А вот эти все дела Обслуга за 15 тысяч рублей За какое-то количество тысяч километров Потом появляется другой персонаж Который так же стучится в твою голову И говорит Это все хрень Сейчас мы, короче, за 150 ищем марка За 350 заказываем распила с Японии Значит, вставляем это все И едем просто летом Просто творить дичь на дороге Будем сжечь резину 154-е коробки Вот эти все Вот будем все вот эти вот интеркулеры Купим китайские Поставим какую-нибудь турбину китайскую И тоже будем валить Появляется еще один персонаж Третий Который такой Ну вот давай Что-нибудь такое Ну вот типа как бы люкс Но не люкс Может какой-то вот что-нибудь Какой-нибудь Вот такое, знаете, что-нибудь Понтануться надо Давай купим старую бэху Ну пожалуйста Ну это самый плохой персонаж Он всегда дичь советует И даже ладовеста на этом всем фоне Она как бы ничего еще смотрится Но также есть компромиссный персонаж Который, вот знаете Нечто между голосом разума И давай купим распила с Японии И поставим его на казахстанский учет Появляется персонаж, который говорит Давай возьмем что-нибудь надежное Из лухури сегмента Будем на этом ездить Наслаждаться и плевать на большой налог Так что, дамы и господа Сегодня у нас в нашем маленьком Но большом шоу Один интересный аппарат А именно Lexus LS Мы уже снимали предыдущую будку Леса И в которой мы говорили Что именно в этом В этих автомобилях Точнее в десятом В двадцатом кузове Lexus и Toyota Надавали по щам Таким премиальным брендам Как BMW и Mercedes И да, конечно, ребята С Европы нам сейчас напишут То, что Да что вы такое говорите Лучше кабана ничего нет Да и бумер целый сняли Фильм про эту тачку Да, конечно Но просто Как нас Учить жизнь Мы голосуем рублем И такого количества Автомобилей Как LS Было продано За вот эту вот Всю историю Не было продано С-классы Не было продано BMW Поэтому тут, ребяточки Потише будем И вот сейчас Вот так вот На этой волне Мы дальше продолжим Что же еще интересного Связано с этой С этим автомобилем Дело в том Что Так сложилась история Что Toyota, Lexus Они были направлены На Американский рынок И этот автомобиль Был представлен На американском автосалоне А не в каком-то другом Дело в том Что Я их, конечно же, понимаю Потому что Европейцы Такие люди Которые любят Экономичные моторы Которые знают Толк в дизельных Вольцвагенах Пола Которые любят Поэкономить Американцы Это те люди Которые Действительно Ценят В-образную Восьмерку Огромное Просто Вот Количество Комфорта И немножко Люкса Знаете Такого Немножко Интересного Японского Люкса Что же Касается Дизайна Этого Автомобиля Если мы Рассмотрим Предыдущие Версии Они были Чопорные Топорные Они были Практически Десятка Вообще Была Квадратная Двадцатка Уже Более-менее Сглаженные Линии Куча Рестайлингов Куча Комплектаций С подвеской И так далее Там Набудрили Но все же Если вы Посмотрите На эту Милую Попку Этого Лексуса Вы Конечно же Увидите Нечто Общее С Классом С Мерседесом И вот Тут Мне За Тойоту И Лексус Ну Немножко Конечно же Стыдновато Потому что Ну посмотрите Ну это Жопа 140 Мерседес Рубль 40 Вот если Особенно Вот с этого Ракурса Это Рубль 40 Но Будем Считать Что Все таки Эти ребята Они не хотели Скопировать Они просто Сделали Так скажем В духе Классического Большого Полноразмерного Седана Под капотом Жи этого Огромнейшего Ну По моим меркам Седана Стоит Прекраснейший Мотор Конечно же Все знакомы Во всяком случае На нашем канале Все знакомы С модельным Рядом Моторов Серии УЗ И это не исключение Это Три УЗ ФЕ Это В8 4.3 литра С кучей момента И в принципе Это все Что тебе нужно знать Об этом моторе Оно не ломается У него иногда На больших пробегах Рассыхаются прокладки И какие-то там Проблемы Которые тысячи раз Вам блогеры Будут втирать За то Что у него Какие-то проблемы Там с дроссельными заслонками Детские болезни Аля-то-паля В общем Это все нам Пока сейчас не нужно В нем Нужно менять масло Нужно менять прокладки И иногда Открывать капот Чтобы посмотреть Все ли там на месте Вот и все Детские болезни 12 лет автомобилю, и за все эти 12 лет в салоне все сохранилось достаточно круто То есть здесь все живое, оно не сломано Через 12 лет ты можешь просто вот так вот так, дверь сама закроется, как это называется, присоски, не присоски Также здесь, понимаете, лексусовское отношение к деталям А, кстати, компания Lexus несколько раз побеждали, по-моему, лучшие зазоры и лучшая сборка Где-то там, на каких-то конкурсах Ну, это сегодня не важно Дело в том, что вот просто вот такая мелочь, просто закрытие ручки Но оно плавное, и оно по-любому не будет дребезжать на какой-нибудь гравийной дороге Также здесь есть плюшки, которые будут удобны дамам Либо если вы хорошо выпили, и вам нужно посмотреть, в каком состоянии ваше лицо, вам тоже это будет удобно Также мне нравится то, что в эти кузова перекочевали те функции, которые были в тех самых старых добрых японцах Даже с крыуняки 131 Вот эта функция унижения переднего пассажира Когда ты можешь его запихать в бардачок Очень удобно, нужно сказать Также, если тебе этого всего недостаточно Допустим, если тебе недостаточно интима на заднем сидении Ты можешь повесить шторочку вот здесь И воспользоваться, конечно же, шторочкой сзади Но самая любимая моя шторочка, это та, которая вот здесь вот на уголке Это просто так забавно смотрится Вот тут отношения, понимаете? Эти тачки завоевали рынок не потому, что они были какими-то суперкрутыми Или что-то в них было не так Просто отношения к клиенту Клиентоориентировать Клиентоориентироваемость Господи, что такое сегодня Действительно нужно посмотреть Зеркальце Какие здесь еще есть плюшки на заднем сидении? Конечно же, ты можешь отрегулировать все, что угодно Если ты слишком устал, ты можешь включить себе массаж на заднем диване Можешь его, конечно же, выключить, настроить некоторыми образами Также ты можешь отрегулировать себе подлокотник Тебе даже не нужно до него тянуться Есть же кнопки Ну и, конечно же, мне нравится та функция Когда ты отодвинулся, например, в свое удобное положение Но ты, скажем так, больших форм У тебя большая пузяка или что-то еще Или, возможно, ты беременный Беременная Когда ты открываешь дверь Сидение возвращается в ту самую позицию С которой тебе будет удобно выходить Ну как это может не располагать клиента? Вот скажите, как? Да, здесь есть некоторого рода порнографичное такое, знаете, дерево Которое как-то, ну, на черном салоне Оно, конечно, немножечко хорошо Так, ну, знаете, ничего еще так смотрится А вот на белом салоне, бежевом Там-то вообще попахивает порнушкой Такое, знаете, не очень красиво смотрится А так мне даже нравится Пепелки, не пепелки Вот, знаете, все можно настроить Ну и, конечно же За эти 12 лет А вы уже заметили На каком регионе у нас автомобиль Эти автомобили не подвержены коррозии Вот просто не подвержены Да, конечно, чтобы они не начали гнить Их не начали кусать бобры Их нужно хорошо ремонтировать Но, тем не менее Через 12 лет И этот автомобиль проехал Такое огромное количество километров По вот этим соляным дорогам Ты можешь даже, знаете Некоторого рода понтануться Для того, чтобы твоя попка не мерзла Ты можешь принести в жертву бобра И положить его под свои седалищные холмы Вот это действительно лакшири Навойдите скоп-кресли А вас, конечно же, ждет Очень приятные штучки От Lexus и Toyota Такие, как руль кожаный С косточкой Вот это вот называют Очень довольно-таки Интересная панель Дело в том, что, возможно Я вижу, во всяком случае Такое в первый раз Что раздельный климат-контроль Вынесен именно К пассажиру и к водителю То есть ты можешь регулировать Все, как тебе нужно Вот прям с этой стороны Под капотом у нас 290 лошадиных сил V8 от Toyota Который безумно надежен Ну и, конечно же Пневмоподвеска Дополняет весь этот ансамбль И такое ощущение Как будто ты действительно Не едешь, а плывешь То есть Я, честно говоря, поражен Потому что Ну, такого количества комфорта Вот, знаете, есть та самая Валкость Вялость Которая, ну, честно говоря Тебе начинает Через некоторое время бесить Здесь же ее Вот прям Не больше, не меньше А достаточно Производители этого автомобиля Позаботились о том Чтобы ничего То есть ты Никаким образом Не мог привести Какие-либо функции Да, управления Автомобилем Механически То есть Здесь максимально Все на кнопках Также Есть еще одна Прикольная штучка Которую я видел По-моему Таки На 124-м Мерседесе Эта штучка Это вот этот Вот маленький Козыречек Вот это вот прям Няшная такая Штуковинка Что касается Расходов Налогов На 290 лошадиных сил Сегодня в Красноярском крае Налог Составляет Что-то Около 29-28 тысяч рублей Что касается Расхода топлива Если Не сильно Таки Топить Но позволять Себе Некоторые дерзости Со светофора То это Около 15-16 литров По трассе Конечно же Меньше Разгон Этого автомобиля До 100 км в час По паспорту Что-то 6,7 секунды То есть Представляете Вот этот Самый Триу ZFE Может вот эту Огромную баржу Разогнать До 100 км в час За 6,7 секунды Вот мы Едем 80 Хотя нет Мы же в городе 70 км в час Ну у нас там 60 плюс 10 Ну понятно Вот Такое ощущение Что мы Едем Где-то 40 И Это действительно То самое ощущение Которое Дарят тебе Премиальные Тойоты Что вся Ситуация Находится Под твоим Контролем Именно под твоим Контролем Мне честно говоря Это прям Вот Просто Сегодня Сегодня Если пробежаться По всем Автомобильным Сайтам Можно таки Увидеть Что такого Рода Автомобили В нашем Регионе Стоит 500 600 Иногда Есть некоторые Версии За 700 Но в любом Случае Можно даже За 450 Найти Такую Тачку Кстати Всю подборочку На автору Я в описании Скину И смотрим То есть Такую тачку Можно купить Недорого Да На том же Самом Автору И ты получаешь Огромное Количество Опций Ты получаешь Огромное Количество Надежности Но Сомнительный Расход Топлива Если ты Прям такой Экономный Чувачок Который Трясется За каждый Рубль И Большой Налог Достаточно Большой Налог Но Тем не Менее Не Конечно Когда вы Прокатитесь На этой Тачке В вашей Голове Если вы Адекватный Конечно Человек Не останется Вопроса Какую Себе Ладу Весту Брать В кредит Вы будете Просто Искать Лексус Черным Салоном Вот и Все Не Я серьезно Вот просто Знаешь Такое ощущение Когда Ты ездил Можно сказать Что на Отце Или прапрадедушке Этой тачки И она Сохранила Дух Но Сохранила его Не так пошло Когда она Ну знаете Как пятерка Стала семеркой И вроде бы Как бы Что то Но Что это Вот А когда Ты видишь Что Тачку Сделали Лучше И тебе Это Нравится Так Сложились Обстоятельства Что Микрофон Приказал Жить Долго И сказал Что Ребят Вы тут Такую Дичь творите Я с вами Больше Не работаю И это Печально В общем Что же Хочется Сказать В конце Тачка Стоящая Но Только Налог И в Некотором Роде Страховочка Могут Как то Повлиять На покупку Этого Автомобиля Если Сегодня Рассматривать Подобного Рода Тачки К покупке То Конечно же С этой Тачкой Можно Вытворить Все Что Угодно То есть Есть Специальные Блоки Управления Пневмой Можно Ниже Выше Делать Все Что Угодно Можно Замутить Вейпи Стайл Прям Таки Огромное Количество Различного Рода Тюнинга На эти Тачки Уже Есть То есть Это Интересный Автомобиль Им Было Очень Интересно Позаниматься Но Но Если Вы Конечно Хотите Сэкономить То Вам Конечно Клади Вести С Вами Был Дядюшка Борода И Этот Замечательный Lexus LS Если Говорить По делу Ну Сейчас Это Вот Что Да Как Так Да Где Красота Ох Мерседес Да Рубль Сорок Я Твой Я Просто Знаю Эти Комментарии Они Возьмут И Напишут Да Это Вообще Не Лухарь Да Что Ты Мать Твою Знаешь Да Ты Вообще На Бэх Ездил Да К ней Ездил Они Сюда Не Доезжают Нету Ау Какой Рубль Сорок Нету Их В Красноярске Это У вас Там Где На Барахолку Зашел Купил Этот Рубль Сорок Там В Тепле Хранилось Бумбануло Ездil Твою Я